И раньше российская пропаганда применяла эти самые большие георгиевские ленты. На юге России их показывали, в Волгограде, в Воронеже. Это все, на мой взгляд, попытка соблюсти пропагандистскую мнену при плохой игре. А что еще можно продемонстрировать? Даже Мариуполь, в данный момент даже Мариуполь не находится полностью под контролем России и никаких военных успехов к 9 мая 2022 года Путину предоставлено не было. Не говоря уж о том, что политическая ситуация крайне и крайне печальна. Россия подошла к ситуации, когда у нее нет союзников, никто в открытую не поддержал военные действия России против Украины. На военный парад в Москве также никто не приехал. И России пришлось сказать, что да мы, собственно, и не приглашали. Что остается? Остается показывать 300-метровые георгиевские ленты в городе, которые фактически полностью стерли с лица земли российские войска. Ну и тем временем, пока в Кремле проходил парад на Красной площади, утро в Сумской области началось с обстрела. И разбомбили в пух и прах старинное еврейское кладбище. И тут у меня такой вопрос. Антисемитизм в верхушке Кремля, он давно вообще процветал? А вот этот скандал с Израилем, когда Лавров заявил о том, что наш президент нацист и евреи были антисемит... И больше всего антисемитов было именно среди евреев, хотя Путин и извинился. Но кто поверит Путину? Он врет на каждом шагу. Это уже понятно и врет всем мировым лидерам. Это видно невооруженным глазом. Это все прекрасно понимают.